Вакцина BCG является, как я люблю говорить, единственным иммуно-онкологическим препаратом, который не трогает химиотерапевты. И в нашем регионе этот метод был и в последние два года, как так сказать, восстал из пепла в нашем учреждении. Я не хочу останавливаться на актуальности проблемы на вот этой вот всей статистике, потому что это не то место, где я должен сейчас эти цифры озвучивать. Хочу сказать о том, что согласно нашим действующим клиническим рекомендациям лечения немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря начинается с транспортальной резекции, за исключением когорты больных, которым требуется апфронт, радикальная цистектомия, и проведение тур с последующим патоморфологическим исследованием. Это главный этап в лечении немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря. Что после тур? После тур мы должны стратифицировать больного в какую-то прогностическую группу. Если обратить внимание на группу низкого риска, высокого, крайне высокого риска, здесь все более-менее четко описано. Однако группа промежуточного прогноза, промежуточного риска, она остается для нас самой разнородной, пожалуй, потому что в нее попадает все то, что не попало больше никуда. И в некоторых случаях выбрать однозначно тактику одевантной терапии для больного в промежуточной группе риска бывает сложно. А одевантная терапия по группам риска довольно сильно разнится. В группе низкого риска одевантная терапия не требуется. В промежуточном риске это либо внутрипузырная химиотерапия, либо БЦЖ терапия. В высоком риске внутрипузырная химиотерапия возможно, но предпочтение нужно отдавать БЦЖ терапии с поддерживающим режимом. В высочайшем риске вообще нужно делать радикальную цистектомию. И только при наличии противопоказаний проводить пациенту БЦЖ терапию. Химиотерапия внутрепузырная в высочайшем риске вообще не фигурирует. Ну и как самостоятельный вид лечения при карциноме инситу, однако это достаточно редкая ситуация, вот на моей практике не было еще ни одного больного с изолированной карциномой инситу, чтобы мы ему назначили АБЦЖ-терапию. Какие существуют противопоказания в настоящее время? Я вынес сюда совершенно не все. Единственное, что хочу сказать, абсолютным противопоказанием будет являться туберкулез в анамнезе. Остальные противопоказания будут достаточно относительны, в том числе иммунодефицитные состояния, хотя последние данные показывают, что в принципе любая иммунотерапия может быть проведена больным с иммунодефицитными заболеваниями, но вот пока иммунодефицит вынесен в относительные противопоказания АБЦЖ-терапии. Хорошо, что в моей презентации нет таких страшных названий, как в презентации Натальи Дмитриевны. Здесь вы видите ту небольшую палитру препаратов, которые в ведущих государствах есть. В нашей стране сейчас широко доступен, пожалуй, только иммунрон, в Евросоюзе, у РБЦЖ, которым мы тоже успели в свое время поработать. В США, Канаде тоже достаточно небольшое количество лекарственных препаратов есть. Есть наш отечественный мурон, которым мы работаем, вот это живая лиофилизированная вакцина, она входит в перечень жизненно необходимых препаратов. В последнее время, слава богу, она поставляется в упаковке, которая нужна для одной инстилляции, потому что я вот еще успел поработать этими коричневыми ампулами. Кто занимался БЦЖ-терапией, когда-нибудь те знают, как их тяжело вскрывать и как им тяжело работать. Сейчас ситуация кардинально поменялась, и спасибо большое производителю. Что вам нужно для того, чтобы решить вопрос о назначении адювантной БЦЖ-терапии? Во-первых, вам нужна уверенность в радикальной трансуртеральной резекции. Естественно, правильная стратификация. Заключение патоморфолога без него никуда. Если в заключении патоморфолога не фигурирует мышечный слой, ну, извините, у меня будут вопросы к тому, буду ли я назначать вообще лекарственный препарат больному. Обязательно отрицательный диаскин-тест, либо пробу МОНТУ. Они не производят, только диаскин-тест. Если у вас проводят пробу МОНТУ, пожалуйста. И согласие больного, естественно. В организационном плане вам нужны помещения для хранения, разведения, введения, утилизации, лицензии лечебного учреждения по профилю онкология и койка, грубо говоря, стационар дневной или круглосуточный. И что касается эфемерной лицензии на работу с туберкулезными препаратами, вот она существует только в голове у руководителей, которые пытаются препятствовать внедрению этой практики. Потому что я не устану напоминать, что вакцина БЦЖ – это противораковый препарат. И это не лечебная вакцина. Вам не нужна лицензия на вакцинацию. Вам нужна лицензия по профилю онкология. Мы реализовали схему Моралеса. Это индукционный шестинедельный курс, поддерживающий курсы через три, через три и дальше каждые шесть месяцев до трех лет. На первом году пациент получает 15 инстилляций, за все три года – 27. Я анализировал данные подмеда по механизму действия. В общем, статьи не очень много, как казалось. Однако все они говорят о том, что принципиально три основных механизма можно выделить. Это непосредственно токсический и два основных столпа иммунного механизма – клеточного и гуморального. Как говорил мой преподаватель патологической физиологии, разделение иммунитета на клеточный и гуморальный есть только в учебнике патологической физиологии. Исходя из механизма действия, в принципе, и все перечисленные здесь на слайде побочные эффекты и осложнения БЦЖ-терапии, они, в общем-то, все закономерны. Если мы посмотрим на то, как происходят повреждения уротеля во время проведения БЦЖ-терапии, сейчас я попробую тоже, как все, совладать. Итак, вы можете видеть на левой половине слайда то, как это обычно в норме, и на правой половине то, что происходит во время введения препарата. Разрушается поверхностный гликозно-миногликановый слой, происходит инфильтрация иммунными клетками, выброс цитокинов и, как следствие, повышение чувствительности периферических нейронов, которые находятся под слизистым мышечным слоем мочевого пузыря. К сожалению, отечественных рекомендаций по лечению БЦЖ-ассоциированного цистита не существует. Мы пользуемся в своей работе рекомендациями Европейского общества. Они очень грамотно, на мой взгляд, и просто написаны. Препараты, которые здесь вы можете на слайде увидеть, мы их всех используем. Исходя из патогенеза, мы добавили к симптоматической терапии самого, пожалуй, частого осложнения последствия БЦЖ-терапии, добавили внутрипузырное введение противовоспалительных агентов в виде дексаметазона с хорошим эффектом. Наш опыт, он хотя и небольшой, показывает, что, в принципе, к 8-10 инстилляции можно добиться регресса симптоматики. Добавление анксиолитиков нужно не всем, но тем пациентам, у которых медленно развивается противоболевой эффект, добавление анксиолитиков позволяет все-таки этот эффект потенцировать и ускорить. Что касается нашей собственной статистики, на первом году, в 2022 году, мы взяли 103 пациентов в терапию. Из них семеро выбыли по поводу побочных явлений, четверо срецидивировали, никто не спрогрессировал. На втором году мы взяли практически в два раза больше пациентов. Это и ожидаемо. Пациенты с первого года практически все переходят во второй год. Посмотрите, мы немного ведь отпенили. Ну и, соответственно, на втором году чуть-чуть побольше больных снялись с терапии в связи с побочными явлениями. Примерно столько же срецидивировало, и двое больных спрогрессировало. У этих больных случилось метастатическое поражение регионарных лимфоузлов. В настоящее время они получают химиотерапию в режиме гемциз. Мы ждем, когда они свою химиотерапию дополучают. Будем решать, что с ними делать дальше. И в конце я бы хотел проиллюстрировать все вышесказанное двумя клиническими случаями. Первый. Это пациент, мужчина 60 лет, с небольшим, да, 70 практически, с рецидивирующим раком мочевого пузыря, получившим индукционный и первую инстилляцию первоподдерживающего курса. На следующий день после первой же инстилляции первоподдерживающего курса он в неотложном порядке попадает в реанимационное отделение. Одно из городских больниц с полиорганонедостаточностью. Пациенту выставляется диагноз БЦЖ-сепсиса. Он нуждается в поддержке витальных функций, длительной ИВЛ, трахеостомии. Тем не менее выписывается своими ногами. Уходит из больницы. В настоящее время в ремиссии он был у меня две недели назад. И второй клинический случай, чуть более интересный, на мой взгляд. Это мужчина 51-го года рождения. У него была одна трансуретеральная резекция в анамнезе по поводу агрессивного рака в феврале 23-го года. В мае-июне он получил индукционный курс. В августе две инстилляции первоподдерживающего курса. И не обращался к нам до февраля этого года, то есть, грубо говоря, полгода. Явился он к нам с клиникой выраженной дезурии. Значит, стазовой болью 10 баллов по визуально-аналоговой шкале. Требующий приема морфина. Пациенту был выставлен диагноз БЦЖ ассоциированного микроцистиса. И в апреле выполнена радикальная цистектомия операции Брикера. По гистологии это хронически продуктивный эрозивно-язвенный цистит. На первые сутки у пациента случилось кровотечение сосудов брыжейки. Остановилось. Пациент выписан с выздоровлением. И не требует обезболивания наркотиками. Сейчас будет интересная картинка для тех, кто занимается хирургией рака мочевого пузыря. Здесь, в общем-то, все понятно. Здесь нет емкости, очень толстая стенка. И геморрагическое пропитывание практически на всю толщину. То есть, вот это препарат, удаленный мочевой пузырь после проведенной БЦЖ терапии. Резюмируя, хочу сказать, что это все-таки в нашем регионе БЦЖ терапия доступная опция, однако имеет далеко не нулевой риск осложнений, которых нужно помнить. Спасибо большое. Я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, Тимур Фикатович. На самом деле, очень полезный, на мой взгляд, доклад в плане организации во многих регионах. Это большая проблема о том, где можно, кому нужно. И вот вы четко в одном из слайдов отметили, что, прежде всего, эта задача, которая ставится, наверное, должна именно руководством, не препятствовать этому, тогда все будет хорошо. Поэтому вот в помощь всем, наверное, к тем, кто спрашивал вот этот слайд. Поэтому, если у кого-то какие-то вопросы, в принципе, остальное все ясно. Спасибо, Марафа, за комментарий. Да, я хотела бы вас тоже поблагодарить, что вы, прежде всего, поделились своими данными, что вам удалось за два года удвоить, то есть вы набрали еще и новых пациентов на БЦЖ-терапию. И у вас там были данные по токсичности, которые, в принципе, описываются в клинических рекомендациях, что 1% той токсичности, которая наблюдается, вы ее тоже также подтвердили. И в дополнение в отношении критериев, когда БЦЖ-терапию все-таки не стоит проводить, еще обязательно учитывать морфологические критерии гистологического заключения, которые вы получаете после тур мочевого пузыря. Это не должны быть редкие варианты гистологической по типу уротериального рака. Кроме того, необходимо оценивать наличие лимфовоскулярной инвазии в случае наличия ее в гистологическом заключении. Это также будет случай склонен к тому, что будет БЦЖ-рефрактерность. Отсутствие опухоли в простатическом отделе уретры и макроскопический при тур мочевого пузыря должна достигаться R0-резекция, поскольку если при последующих контрольных обследованиях вы постоянно будете получать позитивное, например, цитологическое исследование, то, опять же, вопрос БЦЖ-рефрактерности всегда будет у вас возникать. И в отношении практических рекомендаций, например, я пользуюсь брошюрой от Европейской ассоциации урологов для медсестер. Как бы это ни странно звучало, это брошюра 2015 года, она находится на сайте Европейской ассоциации урологов. И в ней собраны практические аспекты, как проводить внутрипузырную БЦЖ-терапию, внутрипузырную химиотерапию. Доступными словами, от момента организации работы в кабинете до того, как необходимо проводить эту манипуляцию и как купировать различные варианты токсичности, поскольку токсичность при БЦЖ-терапии имеет различные степени, она по-разному купируется в комбинации не только симптоматической терапии, но и серьезным назначением противотуберкулезных препаратов. И это не как мы привыкли при антибактериальной терапии 1-2-3 недели, это терапия, которую потом пациенты могут получать несколько месяцев. Поэтому крайне рекомендую, очень удобно в использовании. Спасибо. Единственное, с чем я бы с вами не согласился, это с наличием опухоли в простатическом отделе уретры. У нас есть такие пациенты, и они в настоящее время в терапии, и не рецидивируют. То есть это не абсолютное противопоказание. Нет, что обязательно должен быть забор материала из простатического отдела уретры. Да. И что касается назначения противотуберкулезных препаратов, даже при тяжелых формах, мы это видим, при тяжелых формах воспалительного поражения мочевого пузыря, у больных зачастую персистенции микобактерии нет. И как такому больному, у кого поднимется рука, назначить противотуберкулезный препарат, я не знаю, у меня не поднимется. Вот, поэтому это вопрос достаточно дискутабельный. С одной стороны, мы... При токсичности третьей степени вы обязаны назначить противотуберкулезный препарат? Даже при отсутствии персистенции микобактерии? Безусловно, потому что если вы видите симптоматический гнойный процесс, сепсис у пациента, это токсичность автоматически третьей степени, и в клинических рекомендациях по БЦЖИТам прописано назначение антимикобактериальной терапии. В этом случае вы совершенно правы. Но если мы вернемся к моему первому клиническому случаю, там у пациента были прямые противопоказания к проведению противотуберкулезной терапии в виде печеночной полиорганной недостаточности. В общем, он-то не получал никаких противотуберкулезных препаратов. Но спасибо за комментарий. Ваш второй клинический случай показал, когда цистектомию в итоге сделали, тоже заставляет задуматься. Если бояться осложнений, нужно не заниматься медициной тогда. Я так думаю. Нет, вопрос о том, о необходимости назначения противотуберкулезных препаратов. Да, при токсичности третьей степени это должно быть прописано. Мы не уйдем от рекомендаций для токсичности третьей степени, это однозначно. Но таких случаев у нас было очень мало. Более того, не мы их назначаем, мы должны назначить фтизиатры. То есть мы можем лечить по рекомендациям токсичность первой степени. Токсичность второй и высшей степени – это обязательное привлечение фтизиатра и получение заключения консилиумного, причем назначения, из противотуберкулезного диспансера. Точка. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.